Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я там как-то не так с женщинами отношусь, к ним так относятся все мужчины мира. Все мужчины. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету. Все мужчины вас ненавидят, женщины. Ненавидят вас. Потому что вы мешаете развиваться мужчине. Когда он хочет вас, вас нету. Он вас покупает. Своим положением, деньгами, страхом вашим остаться одной, остаться с ребенком. То это все мужчины мира, все преступления в мире совершаются из-за женщин. Все. А как вы думаете, жена, она счастлива с ней? Нет, не счастлива. Какое счастье? Я же ее игнорирую, мне некогда ее заниматься, все ее привычки дурацкие. 30 лет в голове эта дурацкая фраза. Сапоги, шуба, сапоги, шуба. Все, что интересует. Сапоги, шуба, сапоги, шуба. Уже 100 пар сапог у нее, и 20 шуб, и все одно и то же. Еще чего-нибудь? Я говорю, открой Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о рыбаке и рыбке. Вот ваше участие женщин. Вам одно кольцо, еще одно, еще одно. На всех пальцах поставите. На ногах, на руках, все. Здесь навешайте везде. Косметика, все, выложи. Мало, мало. Никогда ни одна женщина не скажет, хватит. Никогда. Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине. Еще, еще, еще. И вы уничтожаете. И сегодня начинаются из-за вас. Все, все. И конфликт. Пошел не в тех отношениях. Давайте познакомимся поближе. Давайте еще встретимся. Пойдем в Пушинский музей, сходим в Тетяковскую галерею. Там что-то я куплю. Не все, и конец. Я просто свою работу и хожу около Киры. Около нее хожу. Туда-сюда. Нет. Это кажется, на виду мы все совсем другие. Как вы можете понять? Резкое различие человека в обществе и дома. Это совершенно два разных человека. Дома это сатрап, это негодяй. А на людях все хорошие. Тихие, культурные. Ну какие они просто, ну, паинька. И это не холостяка, а комплекс. Каким должен быть человек? Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда эти бегают, дети, жена, там, родственники. Коммуналка нас погубила. Вы стонете с временем, что рассказываете. Женщины? Вам плохие попадались. Почему они попадались? У меня всего одна. И далеко от меня живет. Я ее и тещу выдержал только три года, не больше. Теща это страшно. Как и я, понимал свекровь. Я понимаю, что ей тоже было тяжело с матерью и мужем. Ну, поэтому жить раздельно, раздельно. Раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, то дурдо. Ну, вспоминаю я. Тахта, мы спим на Тахте, да? Я у жены жил. И узко спать. Ну, что, ворочаешься невозможно. Давай расширим немножко. Чуть сдвинем, а там что-то положим. Сейчас с меня сбежал, начинает давать советы. Значит, мне нужны все. Тест пришел. Давайте ворезь вот так, вот сюда, вот сюда. Ну, что делаете? Я хочу переодеться. Дверь закрыл, блядь. Теща ходит злая. Чего он двери закрывает? Ну, что должен при вас переодеваться? Ну, дикость такая. Ну, дикость. Ну, что за жизнь? Это все они делают. Загнали их всех. Ведь вы же уничтожаете. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять. Дома вы чуть-чуть, чуть-чуть. И так сделал. Туда пошел. Мало денег. Не то одел. И тот костюм. И тот цвет. Купи. Продай. Сходи. Где? Сапоги. Косметика. Завези. Не завезли. Моды. Театр. И пошло. И поехало. И пошло. И они всех погубили. Тесть умер. Теща жива. Да? Все. Все сдохнут. Они будут жить. И моя жена. И теща. И все будут жить. А все мужики на кладбище. На кладбище. На кладбище. А все по-хорошему. Интеллигентная семья. Все хорошо. Но она от тестя наживала мою тещу. Дурень каждый день пять раз. Дурень. Ты дурень. Ты дурень. А так он капитан первого ранга. Все. Под козырек. Все. Но дома-то я слышал, как они называли. Дурень. 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 Это любовь с ума сойдет. А вас как с ума сойдет? Никак. Попробуй как назови. Никак называть. Все. Близко нет даже. Однажды она что-то там не так сказала. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. И она обиделась. А что обижаться-то? Ну не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трехкомнатная квартира уже. Уже не теща. Все. И все равно вот надо бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщина не громко разговаривает. Ну нельзя. Должен быть ниже на тон мужчины обязательно. Обязательно ниже. Она громко все. И долго. И не смотрит на человека, она не понимает, что он уже не хочет слышать ее. Она продолжает говорить, говорить. Вот что самое страшное. Продолжение следует...